Яркий кросс. Впервые в Караганде прошел необычный массовый забег. После него центральный парк остался усыпанным разноцветными красками. Как это было своими глазами, видела Людмила Батюшкина. Начался ярко-кросс с оранжевого облака, которое сделали все участники забега, подбросив в воздух краску. Посвятили его, само собой, героям нашего времени, футболистам. Идея ярко-кросса такова. Люди в белой одежде бегут кросс, но не на время, а для удовольствия. В это время их обкидывают красками в виде пудры. Длина дистанции 2400 метров. Цветной обстрел на пяти точках по маршруту. Требования только два. Быть белым на старте и ярким на финише. Весело было. Да, хорошо. Очень понравилось. Очень понравилось. Да, ну не знаю, супер вообще. Понравилось очень. Разноцветные цвета. Ну, хотелось бы побольше. Атмосфера хорошая. Друзья все. Стимулом было то, что вот-вот себе на следующем этапе осыпят краской. Может быть, за краской теперь уже мотивация была. Ну, то, что на тренировках просто. Задания дали, все. Поезжали, поплыли там. А здесь бежим и веселимся, все такое. Некоторые пришли целыми семьями. Семью Альфии Нигматулиной не испугало, что потом придется отмываться и отстирываться. Благо, краска безвредна и легко смывается. Мы хотели приобщить детей для того, чтобы они... Ну, во-первых, был недавно день семьи. Наверное, таким образом мы тоже решили его отпраздновать. Продолжить, вернее. В итоге в Яркокроссе приняли участие около 700 человек. Волонтеры собрали почти 40 тысяч сингена, которые будут закуплены саженцы деревьев и посажены в Карагандинском центральном парке. Идея Яркокросса в том, чтобы люди через веселье, через радость, через яркие праздники приобщались к спорту, к здоровому образу жизни. Мы пропагандируем фестивали свободные от курения, свободные от алкоголя. То есть все за здоровый образ жизни. В воскресенье утром, чем лежать на диване дома или спать, там, после вчерашних каких-то гулянок, выйти сюда, в парк пробежаться. И это классно. Вообще бег, я считаю, это одно из самых замечательных, что есть в спорте. Ты как бы бежишь, работают все группы мышц, и это здорово. И то, что люди организуют такие мероприятия. Посадка деревьев предположительно пройдет 6 октября. Организаторы заверили, что будут проводить такие Яркокроссы каждый год. 22 сентября яркий забег пройдет в столице.